напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня вспомним интересные факты из советских времен и так на кого из руководителей ссср было совершено покушение младшим лейтенантом виктором ильиным но под обстрел попали космонавты а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео 22 января 1969 года младший лейтенант виктор ильин совершил покушение на генсека цк кпсс леонида брежнева покушение было неудачным в прицеле двух пистолетов молодого офицера оказалась машина с космонавтами выстрелами был убит водитель илья жарков еще несколько человек ранены виктору ильину грозила высшая мера наказания однако он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение кто из тяжелоатлетов стал первым советским чемпионом мира в 1946 году советский союз был принят в состав международной федерации тяжелой атлетики и впервые участвовал в чемпионате мира который проводился в париже григорий навак набравший в трех упражнениях 425 килограммов и установивший мировые рекорды в рывке и сумме стал первым советским чемпионом мира какой город в ссср являлся родоначальником производства масштабных игрушечных автомоделей в масштабе 1 к 43 в 1971 году леониду брежневу слывшему известным коллекционерам настоящих автомобилей на международной выставке вручают модели авто в масштабе 1 к 43 брежнев был крайне удивлен и издал указ о создании подобного производства в ссср в 1971 году на объединении тантал в городе саратов были начаты разработки а в 72-м были выпущены первые модели автомобилей которые по качеству были намного выше заграничных как назывался советский журнал о музыке журнал музыкальная жизнь был основан в 1957 году союзом композиторов и министерством культуры ссср журнал был рассчитан в первую очередь на профессиональных и самодеятельных музыкантов но также он был интересен любителям музыки многие покупали этот журнал ради нот классических и современных произведений которые публиковались в каждом номере в каком звании леонид брежнев закончил великую отечественную войну до призыва в красную армию брежнев имел звание полковой комиссар запаса проходил службу на политических должностях а также принимал участие в боевых операциях в ноябре 1944 года ему было присвоено звание генерал-майора на параде победы в 1945 году генерал-майор брежнев шел во главе колонны вместе с командующим фронтом генералом армии андреем еременко кого в ссср называли несуны несуны это люди воровавшие на рабочем месте то есть совершавшие вынос материальных ценностей и продукции с предприятий как мелкие так и крупные кражи были широко распространены на заводах и фабриках поэтому власти были вынуждены прибегать к жестким мерам в тридцатые годы например за хищение социалистической собственности могли посадить в тюрьму на 10 лет или даже расстрелять куда увозили подвыпивших советских граждан на такой машине вытрезвитель это учреждение ставящие своей целью содержание лиц находящихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения вплоть до их вытрезвления в ссср вытрезвители стали открываться в начале тридцатых годов все годы существования ссср на бортах фургонов вытрезвителя было написано спецмедслужба многие писатели питали слабость к братьям нашим меньшим каких животных обожал популярный в ссср эрнест химингуэй эрнест химингуэй обожал кошек однажды ему подарили мэйн куна по имени снежок который из-за генетической мутации был полидактильным то есть имел лишние пальцы на лапах сегодня в доме музея химингуэй живет более 50 кошек половина из которых тоже полидактильные так как многие являются потомками снежка незабываемые эмоции от олимпиады 1980 года еще долго не отпускали всех граждан страны а где собрали факел олимпиады 80 за четыре года до начала олимпиады 80 в ссср было основано управление эстафеты и церемоний имена но курировала создание олимпийского факела изготовление факела было поручено оборонному заводу имени климова который в то время налаживал выпуск гражданской продукции поскольку в стране была объявлена конверсия на заводе имени климова было организовано производство промышленных энергетических газотурбинных установок и газовых зажигалок сколько лет екатеринбург назывался свердловском город назывался свердловском в течение 67 лет в 1924 году было принято решение о переименовании столицы новой уральской области в свердловск в честь якова свердлова историческое наименование екатеринбург было возвращено городу 4 сентября 1991 года кто из советских лидеров курил герцоговину флор а данной марки папирос известно многим даже тем кому никогда не приходилось курить табак связано это с тем что другое название которое папиросы герцоговина флор получили негласно было папиросы сталина именно это табачное изделие предпочитал бывший советский лидер кто из великих советских гроссмейстеров организовал всесоюзный детский шахматный турнир белая ладья а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в 1969 году писатель лев косили чемпион мира по шахматам василий смыслов задумали детский всесоюзный турнир по шахматам он назывался белая ладья начальный этап проводился в школах победителей отправили на региональные соревнования а самые лучшие доходили до всесоюзного уровня спустя несколько лет в турнире участвовали уже миллионы советских школьников сколько объектов столице было построено специально к московской олимпиаде 1980 года всего специально к олимпиаде 80 было построено 78 объектов среди которых спортивный комплекс олимпийский крытый велотрек в крылацком кольцевая велотрасса на крылацких холмах длиной 13 километров и многие другие какое название разработчики дали первой советской атомной подводной лодки ленинский комсомол это первая советская атомная подводная лодка и третья в мире это единственная лодка проекта 627 все последующие лодки серии строились по доработанному проекту 627 название ленинский комсомол подводная лодка унаследовала от одноименной дизельной подводной лодки м-106 северного флота погибший в одном из боевых походов в 1943 году в какой из этих праздничных дней не выходила в теле эфир программа время программа время впервые вышла в эфир на центральном телевидении ссср 1 января 1968 года с 1972 года было только два дня в году когда программа время не выходила в эфир 31 декабря и 1 января во все остальные праздники телепередача транслировалась в штатном режиме какой советский композитор написал балет золушка золушка это балет в трех актах советского композитора сергея прокофьева опус 87 либретта николая волкова по сюжету одноименной сказки шарля перо 26 июня 1946 года за этот балет композитор был награжден сталинской премией как называется созданы еще в советское время танцевальный ансамбль надежды надеждиной всемирно известный государственный академический хореографический ансамбль березка образован в 1948 году выдающимся хореографом 20 века надежды сергеевной надеждиной в каком году на красной площади приземлился немецкий самолет 28 мая 1987 года в самом центре москвы на красной площади появился немецкий легкомоторный самолет сесна 172 skyhawk его пилотировал немецкий пилот любитель матиас руст советский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы но через год андрей грамыко подписал указ об его амнистии руст провел в предварительном заключении тюрьме в общей сложности 432 дня какой роман советского писателя михаила шолохова был отмечен нобелевской премии по литературе михаил шолохов был единственным советским писателем вручение нобелевской премии которому согласовало руководство ссср писатель получил ее в 1965 году за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для россии время то есть за роман эпопею тихий дон а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте для чего предназначен этот советский предмет в данном коротком ролике михаил шолохов михаил шолохов напишите в комментариях ваш вариант ответа для чего предназначен этот предмет надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест